Друзья, привет! С вами Ян. Продолжаем изучать фреймворк SwiftUI. Сегодня урок номер 4. Поработаем с градиентом. Итак, перед вами на экране одно view, текст. Давайте добавим модификаторы. Например, изменим font, то есть shift. Сделаем large title для наглядности. Далее добавим padding. Далее применим foreground color, чтобы изменить цвет букв, допустим, на белый цвет. Сейчас они пока исчезли, да? И далее применим модификатор background. На прошлом уроке мы проходили то, что в качестве background может выступать изображение, форма, какой-то определенный цвет. А сейчас мы рассмотрим, что бэкграунда может быть градиент. Существует три вида градиента. Давайте рассмотрим сперва линейный градиент. Он называется linear gradient. И в скобках нужно указать градиент. Видите, SwiftUI предлагает уже готовый инициализатор. Давайте выберем, что здесь есть. Здесь есть градиент. Мы пишем градиент с большой буквы. И далее внутри пишем colors. Вы видите, появился массив color, то есть массив цветов. Давайте в квадратных скобках напишем те цвета, которые мы и хотим. Допустим, точка black и точка white. Через запятую. Далее выберем start point, то есть откуда начинается градиент. Допустим, сверху, то точка top. И end point, где заканчивается градиент. Допустим, снизу, точка bottom. Давайте посмотрим, что вышло. Мы видим текст hello world. А в качестве бэкграунда у нас градиент от черного к белому. Причем это по вертикали. Мы также можем сделать его по горизонтали, указав точка leading и точка trailing в качестве start point и end point. Мы видим, что градиент изменил свое направление. Это был линейный градиент. Теперь давайте поработаем со следующим видом градиента. Он называется радиальный градиент. Давайте все очистим. Внутри вычисляемого свойства body создадим константу colors, которая представляет собой градиент. И далее также впишем colors и выбираем цвета. То есть в массив цветов мы занесем такие цвета, как, ну например, красный, желтый, зеленый, давайте синий и фиолетовый. Теперь давайте создадим константу gradient, которая представляет из себя radial gradient, то есть радиальный градиент. Давайте раскроем ее. Здесь есть градиент. В качестве него мы указываем нашу константу colors, которую мы заранее уже приготовили. Далее центр. Мы указываем точка центр. Далее начальный радиус и конечный радиус. Давайте укажем 50 и 200. И напоследок, так как Swift от нас требует то, чтобы мы вернули что-то, и не просто что-то, а что-то, что является view, давайте вернем такое view, как форма. Например, круг. Пишем return circle. И далее к нашему кругу применим модификаторы. Точка fill, то есть заливка. И какую заливку мы будем использовать? Нашу константу gradient, то есть наш уже готовый, заранее приготовленный градиент. Давайте немного уменьшим наш круг. Загоним его в рамку. Скажем, 400 на 400. Давайте напишем width 400 и height 400. То есть это радиальный градиент. Начальная точка у него центр. То есть мы идем сперва красный цвет, потом желтый, зеленый, синий и фиолетовый. Вот так с помощью радиального градиента мы залили наш круг. И наконец рассмотрим третий вид градиента. Это угловой радиент. Angular gradient. Давайте посмотрим. Изменим нашу константу градиент на angular gradient. Определим градиент. Это у нас будет наша константа colors. И далее еще поставим центр. Точка центр. Хорошо. Теперь давайте уберем рамку. И мы видим, что мы возвращаем также фигуру, форму, круг. И заливаем ее с помощью нашего углового градиента. Вот посмотрите, что у нас вышло. Красиво, не правда ли? Еще хотел вам показать такой модификатор для форм или фигур. Как угодно. Например, для круга. Вместо точка fill давайте напишем точка stroke border. Внутри укажем нашу заливку. В данном случае нашу константу градиент. И далее укажем ширину линии вокруг нашего круга. То есть ширину полосы. Давайте сделаем line width. Допустим 50. Мы видим, что этот модификатор, он у нас обозначил вот такое вот кольцо указанной ширины. Допустим, если поменяем на 10, оно станет тоньше. Если на 100, оно станет толще. Вот такой модификатор у нас еще есть у наших форм. То есть еще раз, да? Да, градиент может быть использован в качестве бэкграунда. А можем мы создать отдельный набор цветов сперва. Потом определенный градиент с примененными цветами, которые мы заранее создали. И этот градиент использовать в качестве заливки. На этом с градиентами пока все. Всем спасибо за внимание. Увидимся в следующем уроке. Всем удачи!